Совпадения случаются постоянно. За это спасибо Вселенной. Вот вам один интересный пример. С Земли кажется, будто Луна и Солнце практически одного размера, и оба с ноготь мизинца вытянутой руки. Круто, да? Не знаю, зачем нам все это, Вселенная, но спасибо. Затмения бывают двух видов, солнечные и лунные. Можно представить и третий, но лучше не надо. Во время солнечного затмения Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на поверхность нашей планеты, погружая все живое во тьму на веки вечные. Шучу, всего лишь на несколько минут. Лунное затмение — это когда Луна оказывается в тени Земли. Спутник постепенно темнеет и в итоге полностью затеняется. Все три небесных тела выстраиваются в одну линию. Глядите так, при солнечном. А так, при лунном затмении. Погодите-ка, если Луна делает оборот вокруг Земли за месяц, разве затмения не должны быть раз в 14 дней? Сначала лунное, потом через две недели солнечное, потом снова лунное и так далее. Но нет, между затмениями любого рода может проходить гораздо больше времени. Все потому, что Солнце, Земля и Луна не находятся на одной прямой. В действительности Луна обращается вокруг Земли в наклонной плоскости. По сути, Солнечная система — это диск. Планеты и другие небесные тела находятся более-менее в одной плоскости, она называется эклиптика. Но орбита Луны отклонена от эклиптики на 5,14 градуса. Обращаясь вокруг нашей планеты, спутник оказывается то выше, то ниже плоскости эклиптики. Иногда тень Луны не попадает на Землю, а иногда тень от Земли промахивается мимо Луны. И только когда Земля, Солнце и Луна выстраиваются в линию, случаются затмения. Часто они идут друг за другом, за солнечным Луны, пока тела попадают в одну плоскость. А знаете, почему во время лунного затмения Луна краснеет? Принцип тот же, что с закатом. Голубой и зеленый свет из-за короткой длины волн рассеивается в атмосфере, в отличие от длинноволнового красного спектра. А еще атмосфера Земли немного перенаправляет свет из-за рефракции, и красные лучи попадают на спутник. Жутковатое, но красивое зрелище.